Давай форс... Блин, кризис форс пройти. Без... Да, Феликса в топку. Слушайте, а у меня... А, ладно. Сегодня же суббота. Ну ладно, не вот эта тема. Раз тут так собрались, может быть действительно помнишь, как, Егор, я предлагал это аркадное черепашек на 4 человека сыграть? А, ну только не сегодня. Ну понятно, а я всегда... Да, не сегодня. Классно. А сколько она по времени? Да, маленькая, гораздо меньше, чем этот самый... Порт НС. Там буквально 20-30 минут максимум. Не, ну а там потому что, во-первых, половина... Ну как половина? Там нет двух уровней, по-моему, да? Да, двух уровней нету, и сами уровни по себе короткие. Ну это же игра для аркадных автоматов, там не делают игры по полтора часа, сам понимаешь. Это же аркадные автоматы. Так, ну что? Надо написать сейчас, чтобы обновили стрим все. Да. Я напишу. Еще один наркоман пишет, как попасть в чат, который идет во время стрима. 1080p AC передачи. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-у-ту-ту-ту. Да? Надо abreстилиться? Ту-ту-ту-ту-у. Ту-у-у-у-у. Хорошо, так. Ага. Да, я помню, здесь очень долго проходил, пытался. Вот такая жопа. Да. Пока конкретно не начал заниматься именно так, и никогда не проходил. Блин, а что, Бог, что с ним-то идет? А ты что? Да нет, все, все окей. Палишь что-то? Не пали контору. Не пали. 8 человек показывают сраные твич. Да, он обновляется попозже. Одно обновляйте. Жар радуется, что что-то на так. Что-то на человек пишет. Амкол, мы, блин, на DOS вообще были игры? Не, ну были, я знаю, но они были еще и вещь. На DOS такие игры были. На чей-то тебе не нравится, если на DOS есть хорошие, нормальные игры. Я им вообще там так упоролзался в детстве. Да, это были самые первые игры, которые у меня еще компьютер появился. Я думал, что на DOS такие игры, что их реально играми трудно назвать. Там был, наверное, Принц Перси такой же, как на NES. Да, кстати, я помню. Кстати, Descent серия как раз на DOS тоже есть. Dangerous Dave там был. О, тут про Dave. Вот Jazz, этот как, вот Jazz, Jack, о, блин. Ну, в общем, про этого кролика. Jazz тоже. В плане годные игры. Всякие Dizzy там тоже были. А, Dizzy, я помню, да, а, да, действительно. Я помню, у меня был такой Dizzy, в котором я как себе мозг не ломал, что там надо сделать, так и не понял. Ага. Ну, Dizzy, он достаточно сложно, особенно, Fantastic Adventure of Dizzy. Если там, он такой самый большой. Да, особенно, который еще с тримистами за звездами на Амиге, по-моему. А, да, есть какая-то такая, тремистами какая-то там версия. Но я такой не играл. Блин, мы в детстве на Dizzy, короче, у меня у друга был вот этот Fantastic Adventure of Dizzy. Мы с ним так парились, мы с ним там столько вообще все облазили, так и не смогли его тогда пройти. Почему? Потому что мы, дебилы, короче, не додумались под драконом, которому надо принести яйцо, чтобы он тебя не убил, да, и пройти чуть дальше под него и забрать трехлистный клевер. Мы, дебилы, не додумались пройти чуть дальше за этим клевером. В итоге все, что мы делали, это тырили у дракона второе яйцо, которое у него там лежит. Которое, на самом деле, типа, подсказка нам, что сюда надо принести яйцо, а не надо его тырить. В итоге мы, теряя жизнь, тырили оба яйца от дракона. Совершенно не знали о том, что там существует клевер еще под ним, блин, и поэтому мы не могли пройти тогда. Сука. Такая нибудь. Я как-то узнал вообще, просто там так матерился. А мы не могли другое. Мы просто с системой проходили очень долго. Мы очень долго ржали, когда догадались, куда Боб. Стрелки показано, куда Боб сажать, а потом только догадались. И мы очень долго парились с мостом, там, где камень бросаешь, типа, чтобы там через мост перепрыгивать. С одной части мира на другую. А, она... Мы мучились, мы два камня бросали со стороны именно замка и не знали, что там, со стороны этого долбанного пляжа. Оказывается, нужно поставить этот долбанный пустой сундук, чтобы можно было добраться туда. Это было просто... Пока не посмотрели в интернетах еще тех... Да, да, да. Стреляющихся. А ты в курсе, что, короче, вот этот мост, который с тремя камнями типа надо кидать, он забагованный. Он в NES-версии именно. Там, блин, там даже стоят три камня, конечно, ни хера не перепрыгнешь. А вот нет, с тремя камнями мы перепрыгивали. Ну, неспокойно, конечно, так очкуря. Ну, короче, не знаю. Может быть, на Dendy, на Dendy, может быть, и да, но вот то, что я играл на эмуляторе, когда Прох писал, там нельзя было вообще никогда. Ну, вообще, я не помню. Может, и можно было, но получалось один раз из пяти. А, ну, не знаю, ну, пока мере... В итоге, в итоге, в итоге, ну, это, короче, это необязательно. Тем, тем мне Канада была, я обходил всю карту. Ну, короче, кругом обходил. Ну, можно было так, собственно, мы так часто не подали. Не менее часто мы падали на том самом водопаде, причем не когда идешь в город, а именно когда из города. Блин, так как-то делаешь, что когда прыгаешь в водопад, в город нормально еще. Там хватает расстояние почему-то, а как обратно, так нет. Так, ладно, все. Я уже начинаю, а то вы заговорились как-то. Да, давай, давай. Да, 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 я тоже хоть не хотел вас проживать. Ну, мы пока так тут обсуждаем, почему просто, пока тут переначал. Пока встречный обновился. Или куртия, и мы начинаем. Итак, Russian Attack. Твоя миссия уничтожить вражеское секретное оружие. Удачи. Российское. Да, российская атака. Российская. Выпущенная компания. Да, в принципе, игра слов такая. Russian Attack, да. Русские атакуют. Убейте их. Действительно, походу. Игра 87-го года, выпущенная компанией Конями. 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 Ну да. Российская атака пошла. Рома, ты ведь будешь проходить в стиле беги вперед и почти не оглядывайся, да? Почти. А, ты в таком стиле. А, я думаю, нормально со страницем всего этого. Ну ладно. А то я купил проху стинга, когда стинга там на месте стоял больше, чем бегал. Блин, я так вообще своей спавлом просидел. Ну не знаю, я, в принципе, так и делаю. Я просто постепенно прохожу и тоже набираю. Ну, конечно, не особо медленно, но не особо быстро так. Я вообще, я сейчас в упорху пылью, а все время осталось вперед бежать. Мне так проще почему-то было, чем стоять. Ну, в некоторых моментах, да, но в некоторых моментах спокойно можно остановиться, а вот побить. Ну да, да, где можно, я, конечно, так делал. А я вот, нет, я вот всегда поджидал, пока они побегут по мне в бутбор, и потом стрелял. Тогда можно было вот второй пулей и сразу два отряда зацепить. Пам-па-там, па-та-па-пам. Пам-па-дам-пам. Так, второй уровень. Уже какую-то авиабазу. Что-то у меня какой-то приток ностальгии сейчас прям. Я вспомнил, что, оказывается, я не только первый уровень проходил, еще и второй тоже, по-моему, проходил. В детстве. Охренеть. Ну, прям вот так, все до боли знакомо, вот это вот. Все эти фаны, блин, то, что он через это перелазил через ограду. Жесть. Ну, надо каждый раз делать после конца уровня. Да. Все, я думал, я даже первый уровень не прошел, оказывается. Геть. Да нет, первый точно проходил. Тут, на самом деле, тут сложный уровень пятый. С брошь-чистыми сранами. Там босс такой дурацкий, просто там можно... А, да, там... Если не выполнить комбинацию кнопок нужную, если там не в том элементре встать. Хе, классно сейчас Рома прыгнул. А, лёжа в воздухе. Тут так часто приходится, просто как ниндия, хитро выгнуто прыгать. Да, да, да. Исположение лёжа, исположение сидя, исположение сидя на полушке. Зелёные береты у нас, Андрей. Эта игра, говорят, что на Денде называлась Зелёные береты. Да, да. У меня на картридже так и называется она. Это не японская берета, получается? Может, японская. Да, потому что у меня, когда прожили, по-моему, на картридже было тоже Russian так, так и называлось. А хотя, знаешь, у меня на одном картридже же называть Russian Attack, а на другом называется Green Beret. А, ну вот, наверное, просто разные картриджи по-разному всё называлось. Так, ну пока, Рома, без особых проблем. Да, тут, в принципе, если нет файли, достаточно быстро можно пробежать. Так, ну сейчас тут пойдёт стиль Супер Марио. Сами поймёте, почему, наверное. Да-да-да-да. О, звёздочка. Я, кстати, на момент того, когда я прошёл игру, я даже за звёздочку, помню, не брал ни разу. Или брал. Не помню. Самое главное здесь пистолет. У меня больше пистолет. У меня вот пистолет я брал, вот здесь вот. Потому что он крутой. А вот зря. На мой взгляд. И, по-моему, я за звёздочку ходил. Да она мне особо не помогала. Чё там, я спресс, я спокойно бегал. Чё-то все замолчали. А я читаю часы просто. Я концентрируюсь. Да, Роман-то понятно. Да, Роману тут нельзя особо. Да, я тоже особо. Мне сходь-то особо ничего. Вот-вот, мне тоже, потому что я её не проходил и играл только в детстве очень давно. Не, она, конечно, проходила её часика, но тут, надо сказать, что я ничего проиграл. То, что, конечно, мы мочим русских, это немножко как-то... Да, почему? Такой осадок остаётся почему-то. Егор, ты не прав. Там не Russian, атака. Там раз, апострофа, н, апостроф. Они сокращены. Да, 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 я знаю. Типа, rush, типа, атакую и что-то ещё там. Это спасибо, это спасибо как называется. Ну, я не знаю, просто. Я имею в виду, что, по-моему, тут же против русских, как бы, всё это разобрать. Ну, я явно, что намёртый на то, что... Да. То есть, игра слов, типа, Russian, русский, и Russian, типа, сокращение Russian. А, ну, я не знаю, по-моему, это какой-то надмоск, потому что, на мой взгляд, это китай-то. Ну, пускай будет надмоск. Хотя, не, а что, америкосы, а что? Не, ну, америкосы, на самом деле, эта игра вышла в 87-м году, тогда ещё была, по-моему, холодная война же ещё шла тогда, или уже закончилась? О, ещё закончилась. Сперва была, но война холодная закончилась всё раньше. Ну, всё равно, то есть, слушай, у них план уничтожения России ещё 40 какого-то года идёт. Ну, это понятно. Он в какой-то мере реализуется, я считаю, социальный именно план. В плане спаивания народа и так далее. Русские это сами делают прекрасно. Да, веселье. А кто-то, наверное, подтолкнул-то, по сути дела. О, думаю, сейчас... Давайте отойдём вот эту тему, а что-то тратим. Сейчас, 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 все сразу в чате начнут. Да, да, да. Так, вот. Первый по-настоящему напряжной уровень, хотя... Не такое, ведь тут выучить, то можно даже спокойно этих трех нитей спокойно бить в прыжках, хоть там, как угодно. А, так, побегай. Я всё-таки сделал всё-таки аккуратненько. Да я пробегал с телероба, пока помню, я понизу, или по верху, не помню. А, я всех там аккуратненько так зачищал. Слажа. И где-то набирал, как раз, на попытку, просто вот в конце этого уровня. Говорят, что даже, Джар говорит, что где-то красный флажок был. Вот, чем он не намёк на СССР. А у тебя, у китайский флаг ты видел? А, тогда у китайского... А, ну да, в принципе. Но он такой же со звездой. Ну, я не думаю, что это китайцы. А, не знаю, мне кажется, китайцы, мне всякие какие-то нидиа китайцы. Да, я их песню. Ну, у Турции тоже красный флаг. У Турции, блин, чуть не попался. Это вообще Тунис, чуваки. Точно. Или Марокко, не помню, кого из них. А почему они тогда белые? Это типа маскировка, да? И почему тут горы? Вот где есть горы, степь... Ёлки! Снег. Горы, степь, ёлки. Причём ёлки-ёлки. Могу заметить. В Китае, что ли? В Китае вообще там, блин, там вообще есть горы? Нет, естественно, есть. Да, есть, конечно. Очень много. Кстати, если это даже какая-то Туниса, то есть Африка, могу заметить, что если горы есть, то степь это возможно. Потому что, я не помню, как это называется, там по мере перехода всё выше в горах, корзональность меняется. Ну хорошо, а чья армия настолько тупает, что её может один чувак замочить? А-ха-ха, доживай, где? Снимают американцы. Не, ну на самом деле, это просто так, как бы можно сказать, что... Вот американцы все время так себе представляют, что там во всех фильмах, там тот же Рэмбо, там, да, допустим, и так далее, там все там поехали на войну, там, допустим, какую-то. У всех там завалили, вернулись там героями и так далее. Здесь что-то типа того же. Ну обычно тебя тут огнут у тебя, корейца, по весь раз, потом покатывай, что ты сделаешь. Так, четвёртый босс уже. Три вертушки каких-то с гранатами. Это все какая-то элементарная хрень. После всего раунда это было просто. Ну рады, что хотя бы боссы хоть какое-то разнообразие имеют, хоть и лохи, почти все. Кроме про проштистов. А-а-а, блин, первая смерть. Ну ладно. Тупая. За четыре уровня один раз сдохнуть, нормально. Сейчас скажу, когда оно у меня произойдет. У меня уже произошло. Оно произошло только сейчас. Умирайте. Да. Одно рука и от страницы. На странице не хочется обновляться. Случ. Пром, бляха, муха. Прома, соберись. Тебе еще нужна жизнь на следующий уровень. Да, пока сто тысяч еще не получил. У нас только шадоузы не вернение. Да. Сейчас там утрашено так, потом у нас... Маули, да. Все-таки. А потом у нас опять... Как его? А кто у нас? Потом у нас будет роман с Лайфорсом. А потом у нас неизвестно, что будет. Да, не знаю, может быть сюрприз. Потом потом будет сюрприз. Или не будет. Или будет фейл-фейл-сюрприз. Да. Кстати, вы посмотрите, это вообще армия звездных войнов. У них лазерные мечи вместо пропеллеров. Серьезно, какого хрена они белые? А как их называть пропеллер, ты думал? Ну, я не знаю. Немножко наклонить там его. Меня слипает, как может один чувак такой в синем билете и с ножа валить вертолетом. Да, да, да. Типичная компьютерная игра. Ну, это как вчера тоже, блин, спрашивали. Запретный вопрос в Battle.Doss. Как могут быть жабы и люди ходить в космосе без скафандра. Так же и здесь, я думаю, не стоит. А вот этот уровень действительно похож на Россию, на мой взгляд. Да тут даже вон эти в шапках-ушанках бегают уроны. А тут да. Походу, тут чувак уже по всем странам. По Китаю, по Тунису побегал. Все, за Россию взялся. Там же были в касках. Правда, блин, конечно, на флаг германский не похоже было. Там у них сегодня написано, что есть черно-желтый-коричневый, по-моему, как-то так. Ну, точно не красный, короче. Желтый-желтый-черный. И какой-то еще цвет такой тоже говнистый. Блин, нифига себе, я дебил. Я не помню флаг Германии. Нет, белый-белый. Сука, какой же там... Белый-желтый-черный. Да, какой-то... Нет? Желтый-черный-красный. Блин. Google. Позорщик, да. Найди. Черный-красный-желтый. Позорщик. Да, да, да. Вот, черный-желтый. Ну, у меня как-то вот... В уме... Ну, как бы могу вспомнить, как он выглядит. Но вот именно какие цвета почему-то нихрена. Так, вот Рома сейчас самый запарный уровень. Собственно, последний запарный. Потому что последний уровень шалява. Денис правильно знал. Из какой-то царской армии. Да, реально. А, кстати, у нас флаг действительно был очень похожий. Или, по-моему, такой же. Царской России. Только там, по-моему, белый был вместо красного. Там, по-моему, был вообще этот... Двуглавый орел на флаге или нет? А, это на гербе, скорее всего. А вот флаг у нас был, по-моему, желто-черно-белый, что ли. А Катюша у кого стояла? Ну, Катюша же там стоит. Где? Это Катюша? Нет, Катюша-то не Катюша. Это какие-то просто то ли ПВО, то ли артиллерийские. Да, Катюша это такой, короче, здоровый автомобилец, у которого в кузове куча ракет. Ну, как в Шакале, блин, ну там что-то похожее. Да, 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 да. Да ладно, да. Ну, типа, грузовик. Ну, ладно, допустим, был у меня автомобиль. Хорошо. Допустим, тут просто заряды. Ну, конец за жизнь здесь ел. А ты, прошу, чисто у тебя отточенный? Ах, не знаю. Ну, блин, три же. Дело желто-черный. Два из трех. Не знаю, я помню только фашистский фашист. Я сейчас заряжу над чатом, читайте. Они спорят все. Про флаг Германии. Я просто вообще, какие воськи, я вообще в шоке стал. Мы же посмотрели уже. Чуваки, не тупите. Google помощь, короче. Мне уже помог. Черный, красный и желтый, да, походу? Да, черный, красный и желтый. Вот. Там бело точное. Вот вы не знаете цвета. Географию надо учить. У меня по географии была тройка. Хаюсь. Ну, вот. Я разу жизнь не пригодилась география, забыл. Ты тоже знал мой, абсолютно. За четыре года. Ах ты, блин. Скажите мне кто-нибудь, короче, Крым относится к Украине или нет? Ты уезжаешь, там нужно пересекать границу Крыма. Там, ну, таможня вся фигня. Ну, так вроде да, Украина. Это у нас Сифастополь, он там вечная жопа. То ли он наш, то ли он украинский. Опа, что лагает. А вовсе. Да, блин, Рома, давай, согреться. У тебя русские нагибают. Да, Рома, и у тебя... Тебя лох, как я далеко уже откинула. Аху! Так. Потихонечку. Будет обидно западиться. Потихонечку, не спеша. Так, 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 так. О, тут, да, самое естественное. А, а что тут не спеша? По-моему, тут можно спокойно бежать. Да, на шах один только. Насчет Крыма еще скажу последним. Прикол в том, что меня несколько человек уверяли, что Крым это вообще отдельная страна. Они меня не затроллили, они в прямом смысле серьезно не говорили. Если бы они троллили меня, еще ладно, то есть я бы понял это и поражал. А тут серьезно, полно серьезно. Мне говорили, что Крым это отдельная страна. Я просто вообще в посадок выпал. Так. Вот тут можно было, кстати, убить их вдвоем. Просто те люди, которые мне так играли, они даже не знают, что это такое троллинг. Ага. А вот тут интересно, как ты будешь проходить. А я когда подходил, знаешь, что я делал? Сейчас, извините, скажу. Я, короче, ну так же, например, стоял, потом подходил, в душе момент, и просто нагибался, и надеялся, что пуля не заденет меня в нанометры. А если, в принципе, так же, только я бежал от самого края правого до самого левого, просто вот так, пробегал, пока они по министре верили. А, ясно, ясно. Просто не вот так аккуратненько, а просто пробегал, тупо, и надеялся, что как раз потом уже лежа, что меня не заденут. Ну да, 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 вот у меня была последняя пуля лежа, тоже. Ага. Тут часто был такой фейл, такой 50 на 50, как-то повезет. Ну так, последний уровень. Красивым узлом. Да он через границу каждый уровень поверил, перелезает. Ну сейчас мы находимся в секретном здании. Мы сейчас пятерочки находимся. Сразу видно склад, самолеты. Мины расположены. Или какой-то рынок крупный. Нет, там просто пятерочки, типа отдел там, я не знаю, завоевателя какого-то, диктатора. Все для того, чтобы захватить маленькую страну там. Что-то у меня стрим лагает. Уже перестал лагать, или опять лагает. Кто-то хочет о сиськах поговорить. Нет, чуваки. Джангл Бук. Мы перевестились в детство, и нас не интересуют пока что. Птички. Как и в детстве. Да, за отписки. Да, тут в чате пишут. Тут уже размеры. Я вообще ружу. Да, ну да, действительно, хватит засорять. У нас лета тема в дискуссии. Да, у нас страшно, но так. Не знаю, мы играли мы тут в Metroid, ладно, или Mario хотя бы. А тут серьезные мужские разборки. Да. Нас спрашивают, а когда Аня играть будет? Аня вроде не в Deadly Prayer. А, в смысле, на турнире по Battle Toads? Походу. Не знаю, когда. Она еще мне не сообщила. Сергей, а ты удивился моим временем прохождению? Конечно. Там же из 29 минут, да, ты вышел? Да. У него на одну секунду быстрее. Ну, 28-59. Вообще пиздец. Как можно? Вот так. Я вижу, сиськи брошу на так. Ну, вообще, это охи. Честно скажу. Тут, я думаю, вряд ли где-то. Вот, кстати, интересно, разве так можно бить? Мне кажется, так нельзя бить. Можно даже, стоя на любом месте бить. Просто в любом месте. Да, интересно, кстати, я думаю, что так нельзя. И все. Уничтожили ракету, поджимались немного, чтобы убежать. Не, ну так неинтересно. Я думал, что так нельзя. Я всегда аккуратно тут убивал по одному вот это сарядами. Тут можно в любом месте встать так и долбить удар. О, это вообще жопа. Ты спас мир, поздравляем. А вот это не помню. Мне задержка была, но у меня так стебало, когда ты начал реально отжиматься. Как ты совалил эту ракету. Просто я упал, мать его отжиматься. Так, а сейчас у нас будет Цитакон. Кто? Я просто не понял. А, сейчас, сейчас, сейчас. Цитакон, это жанр хентая с маленькими мальчиками. О, в биксельном виде, да? Хорошо, что я даже не знаю, что это значит. Да, я тоже это ни разу не видел. Я видел хентай. Как называется жанр хентая? Живой на мере. Пури, что ли? Ты про это? Вот это я хотя бы видел сколько-то раз. Ну, точнее, это не видел. Ну, ладно. А я ой, это вообще. Ага. Я ой или лоля? Ну, нет, это вообще как-то не идет. Либо я ой, либо лоля. Кому что больше нравится. Ебалой? Я, я, я ой. А, я ой. О, е, о, е, солдат. Газа, бля, на что мы опять перешли, а? Вот, кстати, какого хрена всю армию перерезал один мужик, а тут идет вот это, с троем какие-то люди. Да, там. То есть они типа опоздали? Он уже совсем справился один? О, началось. Срайся про аниме. Чего только не хватало? Нашим бедным чатским, блин. И тут дописал, пожалуйста, нажмите кнопку старта. А не хочу. Потому что начну с ее заново. Ну, вы, 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 сыноби. Синоби. Синоби. Так. Ну что, ладно, тогда сразу она так покончена. Ну, у тебя теперь будет джанглбук как-то фиди. Да, 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 да. Сейчас. Ничего. Не расходи. Все, ждите, короче.